Добрый день! На сегодняшний день существует несколько программ по получению русского языка, либо вида нажительства, по упрощенной программе и на общих основаниях. Самая лучшая программа, на мой взгляд, которая сейчас действует с лета 2022 года, это программа для носителей русского языка и для тех, кто имеет в России ближайших родственников по прямой восходящей линии. Для того, чтобы подать документы по этой программе, вы должны правильно заполнить заявление, приложить документы о том, что у вас либо есть родственники сейчас, либо проживали родственники в Советском Союзе, и дальше, и даже говорят, значит, в Российской империи, я правда не видел, но в законе это отмечено, и сдать документы на экзамен. То есть вы должны будете прийти и сдать экзамен на русский язык. Экзамен на русский язык достаточно сложный, то есть туда имеет смысл приходить человеку хорошо владеющим русским языком, устным и письменным. Программа очень удобная. Программа позволяет получить российские документы в течение двух-трех месяцев. Если у вас нет никаких русских документов, вам выдается сначала вид на жительство. Если у вас есть какие-то уже документы, какие-то статусы, то вы можете сразу тогда подавать по этой программе на российский паспорт на гражданство. Если по какой-то причине у вас эти документы не приняли, либо вы не можете сдать этот экзамен, потому что экзамен сложный, вы можете подать по старой схеме через родственников. На самом деле это даже предпочтительнее, потому что там нет вот этой проблемы, там не надо доказывать, что вы хорошо владеете русским языком. А справка, сертификат о знании русского языка и основ российской культуры, она легко получается в любом университете. То есть там люди, скажем, ее получают достаточно просто, даже абсолютно официальным путем, не покупая, а приходя сдавая эти экзамены. Сравнить даже нельзя, потому что получить этот сертификат намного проще, чем сдать экзамен, вот, например, в Сахарова, по программе носителя русского языка. Правда, здесь есть один такой момент, что комиссия назначает экзамены не все время, а если они считают, что в ваших документах о наличии родственников достаточно, то вам могут выдать этот статус, вид на жительство, либо гражданство вообще без, значит, прохождения экзаменов. Но, правда, такие случаи достаточно редкие. То есть у вас, допустим, много родственников сейчас проживает в России, и действительно комиссия может быть перегружена, например, они могут эти экзамены не назначить. Но это бывает редко, как правило, экзамены назначают, и люди, которые на экзамены ходили, все как один говорят, что экзамен сложный. Следующий момент. Остались старые схемы получения через региональные квоты. Ну, по квоте получить достаточно сложно, потому что квот с каждым годом выделяется все меньше, и поэтому как-то отдельно на этом останавливаются. Ну, выделяется, там вот каждые где-то два месяца вывешиваются списки в Сахарово, например, и там где-то по 200-300 человек квоты получают. Но это достаточно сложное дело. Достаточно простой является схема получения через родственников, особенно если у вас родители или дети являются гражданами Российской Федерации, жена, то есть вообще никаких проблем, накатанная старая схема, которая хорошо работает. И последний момент, о котором я хотел сказать, что когда вы подаете на российское гражданство заявление, вы должны очень серьезно подойти к подготовке документов, чтобы когда инспектор открыл ваше дело, он сразу понял, кто кому кем является. Особенно вот то, что касается программы носителя русского языка, когда вы там предоставляете сведения о родственниках, то есть инспектор не будет гадать, кто кому кем приходится. Это должно абсолютно явственно следовать из документов. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, справки о смене фамилии. То есть у вас прям совершенно четко должно быть понять в заявлении, кто кому кем является. Это очень важный момент. Продолжение следует...